Привет, друзья! Программа седьмого игром ЛПТ первой лиги растянулась на четыре игровых дня. Третий завершают Чайка и Енисей. Добро пожаловать на стадион Чайка имени Ивана Платоновича Чайки. Здесь встретятся команды, которые на данный момент имеют абсолютно одинаковое количество очков. У Чайки 9 и у Красноярцев тоже 9. Но при этом, если со статистическими цифрами Енисея все понятно, здесь три победы и три поражения, то Чайка только лишь раз проиграла пока в этом сезоне. И произошло это неделю назад в Екатеринбурге. Команда теперь уже Евгения Калешина уступила Уралу со счетом 0-2. Зато троечка в таблице у Чайки горит в графе ничьих. Эта команда ровно половину своих матчей пока сводила к мирному исходу. По штрафную площадь почему-то Енисей совершенно забыл о существовании Янова. Надо забивать здесь было. Какой момент упускают хозяева поля. Из предела вратарской наносился завершающий удар. Но Енисей чуть ли не всей командой лег на амбразуру. Подача хорошая тащит. Тащит Антипин каким-то невероятным образом. Честно говоря, мне показалось, что мячу уже кроме как в ворота деваться-то некуда. Самый опасный момент пока в этом матче. Чайка еще один момент и все-таки гол. С четвертого или с пятого углового Чайка добивается своего. А это значит, что команда Евгения Калешина может не только пропускать после угловых ударов, но и забивать. 1-0 хозяева. Александр Нестеров отличился. Защитник. 63-й номер. Если в первом тайме мы старались играть в футбол, то во втором, наверное, больше уже думали о том, как удержать результат Штепа в игре. И еще один удар будет. Защитник спасает свою команду. Да, возможно, Штепа и со вторым ударом бы справился. Но в любом случае было очень опасно. Енисей поддавливает. Енисей наседает на ворота хозяев. Хороший момент. И обводящий удар хороший удался Максиму Лайкину. Справился Штепа. А дальше второй волной. Нанесли красноярцы. Второй удар. Атака Чайки. Бомат Гиреев на левом фланге. И скидка под удар. Удар на точность. Рядом со штангой летит мяч. Это Хохлачев. Это Александр Хохлачев. Хорошая атака. И удар в касание. По-прежнему лечится. Михаил Тихонов. Янцы издавайте атаку досматривать. Удар поворотом. Штепа отбивает перед собой. Но добивания не будет. Потому что успели закрыть. Масловского. Крайний защитник. Где оказался на позиции. Второго нападающего. Можно сказать. Хорошая атака. На скорости. Хороший. Хлесткий удар. Из-за предела штрафной площади. Но можно было этого и не делать. Как показывает практика. Руденко. На правый фланг. Кожедуб. Низом. Здорово. Удар в касание. Рядом со штангой. Это Бомат Гиреев. Обратите внимание. Что когда Хохлачев чуть играет в оттяжке. Когда Кожедубу справа помогает центральный нападающий Руденко. Янов. Подача. Руденко совершенно один. Пас на Хохлачева. 2-0. Они конечно разыграли здорово. Вопросов нет. Ну а где была защита Енисея? Что она делала? Чем занималась? Не совсем понятно. Времени у Руденко для того, чтобы принять мяч. Развернуться. Посмотреть. Увидеть Хохлачева. Было как на чашку кофе. 2-0 в пользу Чайки. Очень хорошо разыграли. Очень красивый мяч. Забивает капитан. И вот такая футбольная традиция. Почистили капитану Буцей. Сделал это, кстати говоря, автор первого. Гола Нестеров. Масловский. Его подача. Его попытка подачи. Будет ли еще одна? Мазурин. Есть забегание от Ломакина. Мазурин. Ломакин. И удар поворотом рядом со штангой. Это Андреа Чука. Интересно, с чем было связано падение одного из футболистов Чайки. Возможно, кто-то из Енисея нарушил правила, но арбитр находился рядом. Все видел. Пелепу досталось. Поздравляю я всех болельщиков команды из Ростовской области с этим успехом. Абсолютно заслужено, что большую часть первого тайма Чайка отыграла с преимуществом, забила заслуженный мяч. И во втором тайме не стала отсиживаться в обороне. Гнула свою линию и в итоге забила второй, чем по сути предрешила исход встречи.